доброе утро всем здравствуйте видели таких ребят чем заняты на самоизоляции меня зовут игорь паньков я ведущий утреннего шоу нашего радио сегодня день космонавтики и естественно мы будем говорить с нашим большим другом с человеком которого мы знаем давным-давно с героем российской федерации с сергеем рязанским мы ждем сережу как только он к нам присоединиться пока покажу вам чем занят я вместе с детьми на самоизоляции так как бы не пропустить прическа огонь да спасибо только что проснулся и вот сразу к вам не было времени подготовиться к прямому эфиру извините если кого-то раздражает мой внешний вид так ну где же ты сережа сережа сейчас мы его найдем и добавим к нам в трансляцию можно задавать свои вопросы поговорим о космосе естественно поговорим о том чем вы занимаетесь дома лицо трезвую еще воскресенье герой спасибо да спасибо преклоняюсь перед вашим талантом делать выводы наших лицах и нашем внешнем виде по фотографиям и трансляции как только сережа добавится к нам я его подключу как там бон нормально нормально все хорошо мы завтра в эфире как обычно 7 до 11 не знаем что будет после 15 числа когда у нас соответственно введут систему пропусков но возможно мы успеем их оформить так сереженька дорогой наш сейчас вот сереже мне что-то пишет секунду 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 извините а пишет сереже так я запустил сереже ждем только тебя такая в эфире нашего радио сейчас я не соображу а вот сереженька до ожидаем соединения ожидаем соединения так ребят сейчас сережка нам присоединиться включение а вот и ты привет дорогой сереж ну сразу с места в карьер с днем космонавтики тебя от меня от наших коллег и от всех слушателей и подписчиков нашего инстаграма спасибо большое вас тоже с этим замечательным праздником потому что в нынешнюю эпоху самоизоляции вы все немножко космонавты сидите по своим космическим станциям вот так что вас с праздником и космического здоровья сереж мы с тобой так давно знакомы и так часто встречались и в эфире и на каких-то других мероприятиях и задавали тебе уже наверное все возможные вопросы тем более я слежу за твоим инстаграмом за твоей жизнью за последнее время ты столько дал эфиров в инстаграме в том числе поэтому постараюсь быть не банальным но тем не менее какие то вопросы могут повторяться уж извини скажи пожалуйста какой у тебя распорядок дня сегодня какие планы как у космонавта сегодня я работаю говорящей головой у меня куча эфиров лекции интервью выступлений в общем цифровая эпоха дает нам большие плюсы но и не дает расслабляться понятно расскажи пожалуйста мне дорогой человек что ты делаешь в режиме самоизоляции ну во первых я переехал в новую квартиру поэтому ты себе можешь представить тут есть чем заняться раскладывать вещи по местам какой-то мелкий ремонт еще чего-то плюс я обязательно провожу время с семьей я стараюсь читать я стараюсь обязательно я делаю это занимаюсь спортом каждый день я очень люблю бегать но бегать не получается поэтому делаю зарядку у меня тут есть турник нажимаюсь приседаю в общем поддерживаю себя в работе форума вот самый первый банальный вопрос который может только возникнуть мы все столкнулись с так называемым режимом самоизоляции когда нам приходится сидеть дома когда нам нельзя выходить или можно выходить только в крайнем случае вас психологически когда готовили к полету какими способами обрабатывали какие есть приемы может быть есть какие-то игры да чем занять себя на станции в то время когда ты не работаешь и у тебя свободное время хотя как рассказывал ты нам в основном ты там все время работаешь ну на самом деле в космосе таких проблем нет действительно у тебя очень загруженный день и очень разнообразные занятия поэтому расслабиться не дают плюс очень хорошо когда у тебя есть какие-то хобби да кто-то любит готовить кто-то любит делать фотографии кто-то любит читать смотреть кино самое главное это мой совет всем самое главное чтобы день был как можно более разнообразный чтобы не просто сидеть целый день перед телевизором на диване и не знаю заниматься однообразной вещью это тоже скоро надоест а надо как можно больше разнообразных активностей в день запихивать с кем-то пообщался по телефону попел песни по делу зарядку что-то вкусное приготовил вместе с ребенком а вдруг получится у меня ребенок кстати научился делать салаты аж теперь четырехлетка с нам делает женой салаты у меня видишь менее стандартное вернее наоборот более стандартное развлечение собрали субмарину и вот этих вот ребят мы собрали шатул скажи пожалуйста вот что мы сейчас про марафон с космонавтом поговорим это очень интересная тема я еще раз во первых представлю что с нами сергей рязанский наш большой друг герой российской федерации летчик космонавт мотивационный спикер и просто приятный и прекрасный человек во всех смыслах этого слова а также замечательный фотограф автор книг автором книг тебя можно назвать если теперь уже можно три книги поэтому автор книг можно их найти я думаю в интернете обязательно всем рекомендую как только закончится наш прямой эфир подпишитесь если вы еще не сделали на инстаграм сергея и посмотрите ну вот для начала да чтобы вам стало все понятно об этом инстаграме на последний пост сегодняшний где он поздравляет всех с днем космонавтики и выложу просто фантастически красивое видео снятое тобой два полета в космос у тебя огромное количество часов проведенных в открытом космосе но всю эту информацию вы найдете в википедии для тех кому нужны факты у меня такой актуальный вопрос ты закончил мгу да ты первый человек из мгу как выпускник который полетел в космос ты закончил биофакт и о чудо как нельзя актуально сейчас это ты вирусолог ну по первым по первым мы сейчас разную информацию слышим со всех сторон вот твое мнение я всем этот вопрос задаю нашим знакомым нашим артистам актерам насколько это все страшно вот все что сейчас говорят про этот самый коронавирус ну я не скажу что это прямо таки страшно это неприятно подобные эпидемии да не в таком масштабе но подобные эпидемии были раньше просто сейчас из-за нашей глобализации из-за того что мы очень много путешествуем летаем да очень много международных компаний работает в разных странах скорость распространения конечно фантастическая и тяжесть да по последствий все таки подобные инфекции они были они будут на самом деле это очень хороший урок для нас для всех лишнее напоминание что надо заниматься собой заниматься спортом поддерживать свой иммунитет заботиться о своих родных не забывать про личную гигиену в общем а также кстати напоминание всем нашим службам да что надо заботиться о системе здравоохранения так что я очень надеюсь что мы без больших потерь выйдем из этой ситуации но усвоив хорошие уроки понятно спасибо серёж теперь а перед тем как мы будем традиционные вопросы про космос тебе задавать а у меня есть вот такая штуковина не знаю будет ее видно или нет это благодарность за участие в проекте который называется тренировки с космонавтом сейчас я увидел информацию тренировки с космонавтом 3.0 онлайн тренировки расскажи про этот проект и возможно те кто еще не слышал про него захотят присоединиться да друзья мы снова запускаем проект тренировки с космонавтом в этот раз запускаем совместно с роскосмосом заходите на сайт тренировки с космонавтом .ru регистрируйтесь проект направлен на популяризацию здорового образа жизни популяризация зарядок креативности там будет программы и для взрослых и для детей все это абсолютно бесплатно все это легко плюс там будут хорошие призы и сейчас у нас уже заявок гораздо больше чем в итоге приняло участие в первом марафоне хотя мы еще не стартовали так что это будет весело это будет интересно присоединять это легко а еще раз куда нужно зайти где есть вся информация подробная об этом проекте сайт тренировки с космонавтом .ru все увидите да можно просто погуглить и он одним из первых даже не первые выпадает и так далее у меня моя знакомая которая является твоей поклонницей очень просила спросить тебя о позывных которые получают космонавты последний твой позывной и прости крайне как воспринято это был барий если я не ошибаюсь а первый я не помню что-то с цифрами там 1 пульсар 2 пульсар 2 а кто дает и по какому принципу позывные космонавтом по крайней мере у нас в россии позывные выбираются командиром экипажа так как у меня в первом полете командир был олег котов у него позывной пульсар соответственно все остальные кто набились как селедки в бочку в его корабль соответственно пульсар 2 пульсар 3 и так далее если места хватит я барей и соответственно если будут следующие полеты я буду командиром все мои бареи а почему ты барей выбирают сами у нас по традиции было принято брать какие-то позывные из греческой мифологии я посмотрел все многие заняты но тут я увидел что бог северного ветра свободен я думаю очень классный мужик с достаточно своеобразным строгим характером очень такой нордический похож отлично будет мой позывной прекрасно я вчера выкладывал видео в своем инстаграме который ты нам присылал дню рождения нашего радио во второй свой полет где ты крутил табличку логотипом наше радио где было написано я люблю наше радио и наше радио это космос это космос и очень многие обратили внимание в комментариях и просили спросить действительно там шумно так на мкс да на мкс очень шумно дело в том что мкс вообще живая станция постоянно там что-то клапана щелкает что-то гудит в космосе нету конвекции теплый воздух не поднимается наверх холода не опускается вниз и вон до постоянно перемешивать для того чтобы была постоянная температура и постоянный газовый состав на станции постоянно уровень шума 65-70 децибел для сравнения шум взлетающего самолета 100 110 и вот в этом 65-70 мы постоянно живем постоянно спим именно поэтому рекомендация врачей есть на фотографиях кто-то обратит внимание видно как я в спальнике вроде как сплю но в наушниках специальные наушники шумоподавляющие чтобы на время сна уши отдыхали и не было потом каких-то последствий а во время работы наушники не надеваешь ну стараюсь не одевать потому что кто-то что-то сказал плюс земля иногда вызывает на связь можно в наушниках не услышать вечерами обычно когда основная работа закончена наушники с музыкой или когда спортом занимаешься тоже наушники с музыкой и вперед понятно вопрос еще мне очень нравится ты на него отвечал но он произвел на меня впечатление часто задают вопросы космонавтам о том чем пахнет космос и сережа провел практически собственные исследования и у него есть ответ на свой личный по крайней мере на этот вопрос да я сам во первых очень долго думал каким образом космос понюхать форточку ведь не откроешь во вторых как описать этот запах космос понюхать можно после окончания выхода в открытый космос соответствует модуль который был в вакууме он наполняется этим запахом и когда открываешь люки запах распространяется по всей станции запах металла запах сварки мы вообще провели опрос среди экипажа кто-то сказал запах тормозящего поезда кто-то запах расплавленного металла один правда американец у нас сказал что это запах грибного супа мы сказали не чувак ты не из тех грибов суп делаешь к слову о супах самый популярный вопрос естественно что едят космонавты в космосе потому что мы сейчас можем купить сувенирную продукцию да в тюбиках серёжа нам давным давно сказал что в тюбиках еды уже давно нет и если не было вообще возможно я когда-то рассматривал фотографии сережины в инстаграме увидел просто обычную горчицу не буду сейчас называть бренд вот она в пятерочке продается и я говорю серёжа как это и серёжа объяснил в следующем что вот все эти продукты проходят некое ну не испытание а как это правильно сказать серёж это сертификация саппендемиологическая сертификация причем не продукта а цеха и дальше то что производится в этом цеху допущено к посылке на борт включением в рацион космонавт и действительно у нас магазин горчица хрен кетчуп сушеное мясо полосочками тоже там одной из компаний официровано рыбные консервы одной астраханской компании потрясающе вкусно я даже в магазине как-то видел вот очень редко можно встретить есть продукты не все что-то приготовлено специально для нас у нас конечно есть консервы космические консервы это уже готовое блюдо там гречка с мясом или цыпленок с овощами взял банку запихал в специальную печку там две пластинки зажимают эту банку нагревая до 60 градусов открываешь у тебя горячее второе все остальное сублиматы сублимированные супы сублимированные салаты сублимированный творог например безумно вкусный добавил воды постояло сколько-то времени получилось вкусное блюдо наш японец кстати постоянно пролетал меняться поменять творог издалека видно летит и тащит на обмен какую-то японскую газ каичи творог творога творога а скажи пожалуйста аппетит в космосе он такой же как на земле или там как-то по-другому и главное вот чувство насыщенности одного количества продуктов сопоставимо с земными или там в космосе меньше есть хочется меньше продуктов уходит ну к сожалению хочется есть также причем объем движения ведь гораздо меньше те два часа в день которые мы занимаемся спортом они на самом деле недостаточны для условий невесомости в общем в первом полете я улетел 69 я прилетел 82 я не мог влезть ни в одни джинсы пришлось жене покупать новые штаны для меня а второй полет я уже учел эту особенность своего организма поэтому я улетел 73 прилетел 76 ну ну а скажи это твоя личная особенность организма или так все твои коллеги набирают в космосе все по-разному на самом деле но в основном набирают к сожалению объем движения не хватает потому что мы с тобой мы с тобой даже сейчас сидим на самом деле наши мышцы работают против вектора гравитации да поддерживают нашу позу даже когда ты спишь мышцы тоже работают в невесомости не работают и поэтому мы не сжигаем столько энергии понятно скажи мне пожалуйста вот еще а если продукты которые запрещены в космосе но и хочется но по какой-либо причине они запрещены не знаю врачи не рекомендуют или еще что-то я не говорю сейчас о самых популярных вопросах про алкоголь и другое что-то я имею ввиду про продукты питания есть продукты которые обязаны храниться в холодильнике обязаны ну определенным образом сохраняться например я очень люблю красную икру но красная икра запрещена к поставке на борт потому что она не может жить без холодильника даже несколько дней по самопедемиологическим нормам самое смешное было что американцы которые вообще не едят икру не едят субпродукты и они всегда с удивлением смотрели на этого странного русского который пожирает эти рыбьи яйца и они сбегали все маленькие площадки с икрой которые нам выдавали и все смотрели как каризанский жрет икру в общем я оба рады праздновал в своих полетах день рождения на борту станции и американцы протащили на борт и подарили мне банки красной икры для того чтобы посмотреть как этот русский жрет эти рыбьи яйца причем банка была наша зелено-красная написано икра зернистая а снизу маленькими буквами made in usa это сильно но приятно согласить кстати многие спрашивали существует ли вот это противостояние между странами в космосе между астронавтами космонавтами и так далее ну сейчас не существует мы летаем на одной и той станции да у нас совместная работа плюс мы ее любим и иногда бывает такая спортивная конкуренция да но не все но но и только дружеская так что противостояния сейчас нет скажи мне пожалуйста вот тут спрашивают в комментариях как общаются в космосе ну на станции друг с другом по рации или просто вот так как мы сейчас с тобой но только в невесомости мы можем пообщаться вживую если вдруг тебе лень лететь в другой конец станции все-таки до 60 метров лететь ты берешь нажимаешь кнопку на пульте внутренняя связь и говоришь эй Вася зайди сюда там ужин готов предположим ну так а с землей мы общаемся соответственно по радиосвязи или раз в неделю видеоконференция в основном с семьей с друзьями такой космический скайп через путь меня просили опять же твои поклонники задать тебе вот следующий вопрос насколько это правда или это уже фейк о том что один из американских астронавтов по-моему когда-то давно записал голос своей жены на магнитофон и взял его в космос и когда он выходил на связь с Хьюстоном то он подносил этот диктофон к микрофону и там случился ну просто шок у всех сотрудников ЦУПа местного потому что отвечала женщина которая говорила я тут со своим мужем а муж в душе а муж в душе да это абсолютно реальная история дело в том что коммуникация между ЦУПом и станцией строго регламентирована и понятно что если на связи с Копкомом сидит астронавт он может там отойти от каких-то норм но вообще там народ достаточно строго придерживается правил и инструкций и поэтому он задает стандартные вопросы очень легко было это сделать космонавты вообще очень любят различные розыгрыши шутки как-то мы вышли на связь с Хьюстоном говорим Хьюстон у нас тут проблема одна но но мы мы должны вам ее показать пожалуйста включите видеосвязь в таком-то модуле в такое-то время ЦУП включает видеосвязь а там мы все переоделись в костюмы а там обезьяна супермен миньон и в общем кто же знает что творится на экране ну с праздником а где вы взяли костюмы то есть вы их с собой с собой да а вот список тех предметов которые ты берешь с собой ты должен согласовывать с руководством что-то ты согласуешь а что-то можно через грузовик провести в общем ну такое да и здесь одежда какая одежда не уточняется и все ну то есть никто не говорит тебе я просто опять же возвращаюсь к тому видео которое ты для нас записал там у тебя космонавт с гитарой никто не говорит тебе что вот этот принт не подойдет Сергей Николаевич давайте что-нибудь более патриотичное или там наоборот без надписей нет такого нет а спрашивает самый распространенный еще вопрос какие-то сувениры или что-то из космоса из полета ты можешь привезти сюда на землю ну да поймать звезду или засушить инопланетянина ну это к сожалению не получается то что ты туда привез на самом деле ты можешь вернуть обратно поэтому я предположим делал фотографии своих друзей возил в космос сфотографировал на фоне земли возвращал обратно и говорил друзья вот вы меня поддерживали до полета вот вы вместе со мной слетали в космос такой космический подарок из сувениров единственное что разрешили взять это перчатки в которых я когда летал в космос выходил в открытый космос так что вот перчатки у меня эти хранятся я видел их даже держал в руках хватался я приходил к вам в бой так ко мне приходил сереж спрашивают из чего складывается и состоит вообще работа космонавта и вот рабочий день то есть вам заранее еще на земле прописывают программу какую-то да и вы потом там исполняете или в процессе уже когда вы оказались там вам дают задачи ставят и вы их там решаете на земле на земле прописано такими предварительными мазками общий план операции на экспедицию что вот тогда то будет выход соответственно ты понимаешь ага за две недели у меня весь день будет забит подготовка к этому выходу тогда ты начнешься вот этот научный эксперимент поэтому надо развернуть там главбокс перчаточный бокс и так далее а так каждый день с утра ты просыпаешься и у тебя на твоем личном ноутбуке висит твое расписание что ты должен сделать для сегодня плюс ты понимаешь что еще надо там заниматься спортом помыться после спорта как обычно да и так далее вот так что каждый день расписано это работа по станции это научные исследования это обязательно спорт это какие-то не знаю там запись образовательных программ там еще про ощущения в открытый космос ну про выход в открытый космос спрашивают тебя ты сколько часов провел двадцать семь больше я могу ошибаться двадцать семь с чем-то не спрашивай я это не запоминаю я помню четыре выхода и да четыре выхода в открытый космос твои ощущения ну это было круто наверное с профессиональной точки зрения это самая интересная самая захватывающая работа она и тяжелая и опасная но при этом безумно интересная и красивая первый выход был как раз когда мы выносили олимпийский сочинский факел в открытый космос и моя задача была расставить камеры вокруг для того чтобы все это снимать всегда кто выходит первый раз дают 10-15 минут на адаптацию посмотреть ручки разжимаются или нет как ты передвигаешься вокруг в общем я выползаю рассчитываю что вот сейчас у меня будут 10-15 минут посмотрю по сторонам прислушаюсь к своим впечатлениям в это время земля выходит и говорит ребята кстати напоминаем через 15 минут начало прямого эфира вынос олимпийского факела я тут же все забыл бросился расставлять эти камеры крутить кронштейны часа через полтора когда мы закончили всю эту работу земля говорит ребята у вас там 5 минут паузы вот и ночь я выключил фонари из скафандра смотрю в это звездное небо и думаю о блин я же в открытом космосе космический тормоз полтора часа проработал да и тут потом осознал вот а страшно было сереж ну вот всегда всегда страшно мы же нормальные люди да мы у нас тоже есть свои чувства свои эмоции единство что нас тренируют чтобы страх не мешал тебе работать спокойно четко однокровно да страх это даже хорошо страх заставляет тебя быть более собранным более внимательным не расхлябанным ко всяким мелочам да все ошибки возникают только тогда когда человек перестает бояться но тебе страшно конкретно по поводу каких-то вещей я не знаю что оторвется страховочный этот ну я не знаю прости как это правильно трос там который тебя держит тебя унесет в открытый космос что закончится кислород в костюме есть конкретный страх или в принципе просто общее ощущение страха присутствует ну на самом деле общее ощущение потому что все состоит из мелочей кислородные баллоны и вообще все внутренний скафандр я сам настраиваю перед выходом сам своими руками все открываю да проверяю в костюме кислородные баллоны открыт кислородом не хватит да там герметичность лишний раз пройти по шву двери тряпочкой чтобы не дай бог какой-нибудь волос не попал и не было какой-нибудь печки когда работаешь с фалами пристыковал карабин к поручню и подергал что он там держится потому что может быть вот так вот и тогда он слетит да надо чтобы он был нормально работает с ножом там режешь какую-то деревку соответственно тоже аккуратно можно повредить перчатку ну и так далее а у тебя есть как у космонавта профессиональные кошмары которые снятся тебе знаешь у любой профессии есть ну такие сны я например как радиоведущий да ну это стандартная история у тебя не работает микрофон тебе снится так как я еще за пультом сижу нажимаешь кнопку не играет песня и ты просыпаешься в холодном поту понимаешь это кошмар но тебе это все равно периодически снится вот у вас ну у тебя лично есть какой-то профессиональный кошмар или ты как-то у меня у меня единственное что бывает это когда я готовлюсь к полету я уже фактически в ракете а тут говорят не серёг ты никуда не летишь все отменилось трости чувак не ты вот тут я просыпаюсь серёж ещё пару вопросов и я тебя отпущу понимаю что у тебя там сегодня день насыщенный мы ещё раз тебя и я просто читаю комментарии поздравляем с днём космонавтики поздравляем всех нас поздравляем твоих коллег будешь общаться передай огромный привет просто очень много спрашивали про музыку ответь сам потому что я-то знаю какую музыку серёжа слушает слушают ли музыку в космосе какую и как она к вам попадает туда ну конечно каждый что-то слушает у нас у каждого есть небольшой как это называется айподик да с музыкой музыка у всех разная у меня русский рок как-то я на этом вырос я очень люблю наше радио поэтому с Игорем мы уже давно дружим и я с удовольствием слушал записи передач разных которые у нас служба психподдержки тебя заранее спрашивают что ты будешь слушать что бы ты хотел может как газетку тебе выписать мы тебе будем сканировать и пересылать может быть какое-то радио слушать или сериал и соответственно я заказал две вещи это наше радио они мне записывали передачи и игры Спартака так я болельщик московского Спартака мне присылали игры соответственно можно было быть всегда в курсе и свежих песенных новинок и того как Спартак в очередной раз где-нибудь кого-нибудь продул вот по крайней мере ты не отрываешься от жизни еще еще я просто за Сережу скажу а ты дополнишь все думают что в космосе просто космическая скорость интернета в том числе и на МКС расскажи про интернет на МКС интернет у нас действительно космический потому что он идет через спутник но интернет ужасен интернет очень медленный потому что этот же канал используется для скидывания телеметрии технической для скидывания научных данных где-то для переговоров а дальше все что остается в канале остается для ну пошариться по интернету поэтому помню в тринадцатом году мы с ребятами смотрели текстовую трансляцию матч россия америка по хоккею на олимпиаде и вот загружаешь сайт он там крутится крутится минуты три раз докрутился нам очередную шайбу забили загружаешь крутится 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 нам опять забили да что такое в общем ну достаточно медленно можно выкладывать фотографии в инстаграм например да но опять же их приходится перед этим ужимать в качестве потому что большая фотография не пролезет самый лучший способ это общение по имейлу и по имейлу можно пересылать какие-то вещи мне Игорь прислал замечательную песню брейнсторм wonderful day на которую в итоге мы с брейнстормом сделали по моему обалденный клип фантастический можете посмотреть это было просто невероятно это по моему был первый клип в истории который музыканты вместе с космонавтами сняли и использовались реальные кадры Сережины которые он снимал собственно в космосе wonderful day брейнсторм и песня фантастическая и тогда же началась после съемок этого клипа дружбы Сережа с брейнстормом тут судя по аватарке видимо твои коллеги написали что интернет сейчас значительно лучше там поменяли схему отлично отлично но вот к сожалению я этого не застал мы каждый раз после полета писали замечание что ребята сделайте нам интернет получше пожалуйста вот я очень рад если у ребят у себя нормальный сереж спасибо тебе огромное с праздником хочется всем пожелать здоровья оставайтесь дома берегите себя берегите близких у сережи сегодня еще будет много трансляций я так понимаю так что подписывайтесь подписывайтесь обязательно на его инстаграм посмотрите видео которое он выложил сегодня фантастическое опять же ну и задавайте вопросы спасибо тебе дорогой береги себя я жду когда вся эта история закончится и мы с тобой сам знаешь где встретимся и сам знаешь что сделаем спасибо друзья с праздником с праздником спасибо 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 спасибо